В Кобринском дворце культуры в рамках акции БРСМ «Мы граждане Беларуси» прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Республики Беларусь будущим ученым, программистам, спортсменам, тому поколению, которое только начинает делать вклад в развитие нашей страны. Помимо новых паспортов, ребятам вручили и саму Конституцию. С напутственными словами, полноправным беларусам обратился и председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Сегодня действительно в нашей стране огромный политический праздник. Это день, который на протяжении уже более четверти века несет гордо за собой наш беларусский народ. Мы имеем свою Конституцию. Мы имеем сегодня развитое наше государство. Совсем недавно мы сделали определенные шаги, чтобы наша страна стала увереннее и сильнее. Мы провели все беларусский референдум. Мы обозначили свои аспекты развития прав и гарантий как граждан, так и государства перед беларусским народом. Сегодня особо торжественно действительно присутствовать при вручении паспорта нашим детям, которые становятся сегодня полноценными гражданами Республики Беларусь. Я искренне желаю, что пройдя определенные этапы развития, наша страна станет еще сильнее, увереннее и авторитетнее. Все, что сегодня происходит, это происходит на благо нашей страны. И сегодня паспорт и гордое слово Беларусь, оно остается почетным и на долгие годы с наступившего праздника нашей беларусской Конституции, Днем Конституции. Не могте поздравить юных дарований и помощник президента, инспектор Побрестской области Валерий Вакульчик. Как один из главных гостей мероприятия, он также обратился к ребятам с призывом любить и уважать нашу страну. Состоявшийся референдум и то, что там произошло, это не просто голосование за или против, это проявление мудрости народа, нашего беларуского народа, который сделал свой выбор, который сказал нет беспределу, нет революциям, нет потрясениям, а проголосовал за вас. Сказал да нашему будущему, сказал да стабильному и поступательному развитию нашего общества, нашему беларусскому государственности, суверенитету и независимости нашей страны. Безусловно, интересны и впечатления юных дарований после получения одного из самых важных в жизни документов. Ведь с сегодняшнего дня они полноправные члены беларусского общества. Паспорт это означает, что я гражданин республики Беларусь и это почетно для меня, то есть это не то, что просто какой-нибудь прохожий, я уже конкретно гражданин республики Беларусь. Паспорт много чего значит, за счет него можно показать и определять твою личность и еще что-нибудь, а также можно оформлять кредиты и выезжать за границу. Счастлив то, что меня сюда пригласили и то, что я получил здесь свой паспорт и конституцию тоже республики Беларусь мне дали, ну я счастлив. Помимо вручения паспортов, памятные подарки получили и победители квиза, который проходил под патронажем областного комитета общественного объединения Брестский республиканский союз молодежи. Напомним, что в период подготовки к референдуму в Брестской области прошло множество диалоговых площадок, в том числе и развлекательных викторин на тему основного закона. Всего в преддверии референдума в квизе приняло участие 2700 мальчишек и девчонок. Лучшей стала команда из Барановического района. Все вопросы, которые там были, должны знать все граждане Республики Беларусь. Играть было несложно. Также хочу сказать спасибо нашему педагогу Волосару Олегу Станиславовне, которая нас поддерживала и тренировала. Ну и результат тренировок. Такие мероприятия достаточно получили огромную популярность среди молодых людей, среди школьников. Такие мероприятия будем проводить. Запланировано целый цикл мероприятий до конца 2022 года, условно посвященные Дню Герба и Флага, Дню Народного Единства. И, конечно, итоговая будет финальная игра, тоже будет проходить в городе Бресте. Большой охват школьников отлично получается. Будем проводить. В этот же день в городе над Бугом проходило еще одно масштабное мероприятие. Вынос 20-метрового государственного флага Республики Беларусь в Брестском техническом университете. Это знак того, что молодежь поддерживает результаты референдума и готова блюсти основной закон. Тем более, что 99% студентов этой альмаматор не остались в стороне и в важный для страны момент отдали свой голос. Сегодня у нас действительно праздник, государственный праздник, День Конституции. И сегодня праздник вдвойне, потому что именно сегодня вступило в силу новые изменения, дополнения в нашу Конституцию. За подавляющее большинство наших граждан проголосовали, как известно, на референдуме 27 февраля. И вот по инициативе наших молодежных общественных объединений сегодня мы организовали такой флешмоб, посвященный Дню Конституции нашей страны, который показывает действительно единение нашего народа, единение поколений, нашей молодежи, наших преподавателей, педагогов. И показывает, что мы вместе строим нашу мирную, сильную, процветающую Беларусь. И так будет всегда. С сегодняшнего дня вступают в силу поправки, принятые на референдуме. 27 февраля белорусский народ сделал свой выбор и шаг в будущее, проголосовав за новую Конституцию, в которой много внимания уделено именно молодым людям. Ведь все понимают, что будущее за молодежью. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.